Я рад вас всех приветствовать. Меня зовут Дмитрий Витер. Очень рад видеть здесь, я так понимаю, все преподающие учителя в этом зале, особенно не все, есть методисты. Передаю всем, кто связан с математикой в любом случае, потому что я закончил Мехмат МГУ. Много лет проработал в довольно крупной корпорации, занимался обучением взрослых, в том числе темой эффективных презентаций. И сейчас являюсь независимым бизнес-тренером по тематикам, связанным с эффективностью, тайм-менеджментом, о котором вам до этого рассказывала моя коллега Марианна. И есть у меня также опыт преподавания для детей. Я вел курс лекции для детей в университет детей, такая организация называется, как раз считал курс по интеллект-картам. Детям нравится, это возраст примерно от 10 до 12. Я думаю, что для взрослых эта тема тоже очень актуальна. И начнем мы вот с чего. Скажите, кто-нибудь видел когда-нибудь интеллект-карту? Может быть, на предыдущих сессиях сегодня. Видели, да? А скажите, то, что сейчас на экране, является интеллект-картой? Да. Рука, да, да, является. Почему? Смелее? Информацию определенно. Да, смотрите. Если бы я захотел представить себя в виде линейного текста, а мы обычно, когда с вами пишем, мы пишем как? Пункт первый, да, пункт второй, пункт третий. То, что называется линейным списком. Был бы такой классический паверпойнтовский слайд. А я вместо этого нарисовал картинку. Почему по ней мне, допустим, проще ориентироваться, чем по большому списку линейному? Структурно. Какая картинка привлекает больше внимания? Вот это или вот это? Это, да? Чем вот эта картинка привлекает? Яркость, сказали, да? Там есть образы. Там есть образы, да. Кто-нибудь слушал музыку до начала мероприятия? Зачем музыка? Она обращает внимание, это тоже краска в нашей жизни. И плюс маленький секрет, когда музыка заканчивает, тут сразу сигнал, что началось обучение. Она все как-то просыпается, начинает общаться. Так что можете, да, тоже использовать ваши практики. Я мог бы сказать очень кратко, что я математик, бизнес-тренер, я занимаюсь творчеством, я люблю кино, я семьянин, я путешественник. В принципе, этого было бы достаточно. Если вам, допустим, интересно, к каким бокам я отношусь к кино, вы можете посмотреть, тянущие здесь веточки, да, что я сценарист, работаю в киношколе и даже играю в кино некоторой роли. Если вам интересно, что я преподаю, то вот здесь написано о бизнес-тренерстве. Также для меня важно, что у меня дочка второклассница, и на ее примере я вам покажу, что интеллект-картами можно заниматься с малых лет. На этом фото ей примерно 4 года, она еще тогда не умела писать, но она видела, что папа рисует какие-то интересные картинки, и она просто это сымитировала, да. И, несмотря на это, она уже схватила главную суть. Вот давайте на примере моей дочки, которой было 4 года, поймем самую суть ментальных карт, интеллект-карт. На каком листе рисуется интеллект-карта? На большом? Какого формата? Как он расположен? Вот это подходящий лист? Не очень подходящий. Я должен был бы его положить на бок, да, то есть это лист повернутся на бок. Где карта начинается? В центре. Логично. В центре, да? Хотя мы всегда, когда начинаю писать, разве мы пишем в центре блокнота? Вот у вас на руках блокнота кто-нибудь пишет. Вы же начали не с центра, да? Вы начали с верхнего угла, потому что нам так привычнее. В центре есть некий образ, и вот что-то ребенок попытался нарисовать. Зачем картинка? Ведь текст уже содержит всю необходимую информацию, не так ли? Связь можно? Связи. На картинку смотреть приятнее. Как говорила Алиса в Стране чудес, что толку в книжке, в которой нет ни картинок, ни разговоров, да? А в ментальной карте есть и картинка, и разговор. И от нее идут веточки. Ну вот практически мы на этом примере и поняли, как работает интеллект-карта. Придумал это дело психолог по имени Тони Бьюзен. Он опубликовал свою известную книгу, посвященную телекартам, еще в прошлом веке, в 74-м году. И придумал он эту идею очень интересно. Его заинтересовал момент запоминания информации. Как и многие школьники и студенты, он столкнулся с проблемой запоминания большого количества информации. И когда он пришел в библиотеку и попросил книги по работе мозга, его отправили в медицинский отдел, где он изучал вопросы, как работает полушария мозга. Помните, чем они отличаются полушария? Одно отвечает за логику, цифры, формулу, а другое за творчество. Когда играет музыка, это у нас полушария номер один. Когда мы пишем Терем Пифагора, это полушария номер два. Все понятно. Идея как раз была в том, чтобы объединить эти вещи вместе. Когда мы пишем что-нибудь в такой список, какое полушарие мы задействуем? Только логическое. И дай бог здесь есть какие-нибудь там, не знаю, маленькие картиночки или какая-нибудь хоть стрелочка бы появится, уже что-то оживляет. Давайте проверим, все ли мы с вами вспомнили. Итак, в центре рисуем название. Начинаем всегда в углу вот в этом. Начнем. Карта. Какую картинку нарисуем для карты? Карту сокровищ давайте представим. Идем, тут горы. Почему начинаем в этом углу? Есть идеи? Почему не в этом? Обычно с часу дня, циферблат. Мы начинаем отсюда и движемся по часовой стрелке. Похоже? Похоже, да? Мы рисуем на горизонтальном месте бумаги, это мы уже сказали. Почему не нужно пытаться записать, допустим, все, что я говорю? Если вы сейчас конспектируете, я вижу, что меня этот раз конспектирует, это прекрасно. Почему не надо пытаться все записать? Во-первых, места не будет. Во-первых, места не будет, правильно. Во-вторых, вы просто физически не успеете. Это тоже классическая ошибка, которую делают школьники. Пока они пытаются записаться за учителем, учитель уже ушел куда-то далеко, и школьник уже забыл, в каком месте находился. Поэтому мы записываем только ключевые слова. Вот такой ключик нарисуем здесь странный. Ключевые слова. Знаете, бывает так, когда ребенок рассказывает стихотворение, вдруг забыл. Ну и мы сами были в этом ужасном состоянии. Как правило, чтобы ему дальше подсказать, достаточно называть всего одно слово со следующей строчки. И у него дальше уже пошло. Однажды в студенную зимнюю пору. Нам часто достаточно одного ключевого слова для того, чтобы вспомнить, о чем шла далее речь. Итак, мы выделили главные темы. Понятно, почему уровень веточек разный? Почему они ветвятся? Тема, урок. То есть они везят как листья на деревьях. Сколько таких уровней может быть в системе? Как далеко мы можем уйти по этой карте? Пока листочек не закончится. Совершенно верно, пока листочек не закончится. Именно поэтому я даже рекомендую брать листики формата А3. Да, класть их торжественно на карту. Вот мы когда с детьми работали, мы работали как раз с листами формата А3. В принципе, есть еще одно ограничение. Если вы уйдете больше, чем на три уровня, вы забудете, откуда вы начинали. Поэтому, в принципе, не имеет смысла слишком сильно дробить. Хотя интеллект-карты обладают тем чудесным свойством, что если вы нарисуете, например, четыре интеллект-карты на разные темы, а потом возьмете и, скажем, нарисуйте центрально, их объедините, что получится? Получится еще одна интеллект-карта. То есть, таким образом, вы, если нарабатываете некий архив этих интеллект-карт, цепляясь друг за друга, они образуют такую макро-вселенную интеллект-карт, в которой может быть описано хоть весь процесс обучения в течение года, хоть ваша диссертация, хоть война и мир. А все может начинаться с какого-нибудь маленького кусочка. Скажите, а что вот это за стрелочки тут прыгают между? Связь. Связь, да? Иногда вы можете вести урок или читать лекцию, и вдруг вы понимаете, что есть какая-то связь между двумя пунктами. И вы тогда смело берете и рисуете стрелочку. Как это вам помогает потом в разборе материала? Это вот то, что часто очень пропускают школьники, опять же, которые пытаются зазубрить. Они теряют связи. Они теряют тот факт, что Пушкин написал и сказку о рыбаке-рыбке, и Евгения Никин. Правильно, я знал, что так скажешь. А связь-то есть. Или они могут перебросить стрелочку от Есенина к Маяковскому. Почему? Потому что Маяковский написал стихотворение в память о Есенине. Или то, что они были знакомы. Замечательно. Классический пример вот таких связей, когда рисуется древо семьи. Как вы думаете, когда рисуется древо семьи, это интеллект-карта? Это тоже интеллект-карта? Суть та же самая, она выглядит несколько по-другому. Если вы работаете в организации, в которой есть так называемый организационный план. Сверху директор, потом идет там завуч, да? Вот, все-все-все-все. Это что? Это тоже интеллект-карта, да? Да, да. Все это интеллект-карта просто чуть-чуть в разных форматах. Принцип один и тот же. Если в workchart есть хотя бы фотография директора и учителей, на него уже приятно смотреть. Потому что это не просто текст, да? А это что-то привлекающее внимание. Так, зачем использовать разные цвета? Зачем я таскаю с собой маркеры разных цветов? Зачем, да? Выделять. На разные цвета приятно смотреть. Я обычно, когда мы говорим вообще о преподавании, о том, как мы работаем с группой, как пишем на флипчарте, я даю первый совет выбросить красные и зеленые маркеры. Почему их надо сразу выбросить? Потому что с заднего ряда, для вас, например, уже зеленый не виден физически. Он хорошо виден сидящим в первом ряду, но практически не виден сидящим в последнем. А черный и синий видны, да? Но, когда я рисую телекарту, я обязательно их использую, потому что они выделяют главные моменты. Если я рисую себе вот такую картиночку, обычно про себя, если хотите, могу как-нибудь отдельные три часа провести лекцию о том, как их рисовать такие картиночки. Да, я выделяю свою красную рубашку, потому что это тоже как бы некий символ, да? Идет ассоциативная связь. Человек в красной рубашке, интеллект карта. Ой, куда я уехал? Не туда. Мудрые китайцы сказали, что одна картина лучше, чем полкартины, да? Лучше, чем тысяча слов. И это правда. Потому что если у вас есть интеллект карта, и вы пытаетесь, едя в метро, в электричке, в маршрутке, в лифте, вспомнить, о чем она была, вы вспоминаете нелинейный текст. Вы вспоминаете что? Картинку. Иногда вы физически вспомните, так, я забыл, там было что-то про Евгения Негина, и это было в левом нижнем углу карты, вот даже на этом уровне, да? Вы можете вспомнить о том, что это было. Прекрасно. Ну что ж, давайте в качестве примера рассмотрим чудесную сказку о репке. Для детей это сошло, я думаю, вам тоже будет близко. Кто знает, сколько слов в тексте сказки о репке? Количество слов, пожалуйста. Это сложно, а? Двадцать? Нет. Нет, любых, нет, короче, там раз, два, три разных слов. Ну, короче, одиннадцать в квадрате. Ну, я случайно просто обратил внимание, сто двадцать один, да? Сто двадцать одно слово. Почему дети знают эту сказку наизусть, как правило? Она легко запоминается и много раз и повторяет. Но если, допустим, к нам приезжает ребенок, прекрасно владеющий русским языком, там, из Англии, Гарри Поттер, да, допустим, ему нужно заучить к следующему уроку этот текст, вот именно в такой форме, даже убрав оттуда репку, да, почему это сложно? Потому что надо запомнить о том, что посадил дед репку, что он сказал, кого он позвал, то есть вероятность того, что человек это запомнит слово в слово очень мало. Вместо этого можно, пытаясь помочь такому школьнику, рисовать карту. В центре у нас что? Не бойтесь, репка, правильно, да? В каком углу начали? Человеку посадил. Да, посадил дед репку, нарисовали еще и деда, дед хорошо визуализируется, да? Потом, обратите внимание, с дедом там происходили некие события, но мы пока прыгаем по главному. После деда у нас была бабка, внучка, жучка. Обратите внимание, только жучка имеет имя в этой истории, я не знаю почему, но в тексте это трудно понять. А вот глядя на цели карты, это сразу бросается в глаза. Кошка, мышка и в конце удачный конец, да? Скажите, если школьник выучит только это, какую оценку он получит? Тройку, да? Уже не два, уже хорошо, но он потратит на изучение этой картинки, ну может быть минут, да, может быть две, и уже получит тройку. А если он хочет получить пятерку, ему не нужно так уж много работать, да? Он просто смотрит на вот эти уровни, на понимание, сколько уровней у этой карты? Три. Да, какой самый дальний уровень? Вот этот. Дед посадил репку, она выросла большая-пребольшая, пошел ее рвать, тянет, потянуть вынет, не может. Это полный текст сказки? Нет. Там, там, нет, там сказал, да, пошел. Но здесь из 95% информации, если школьник расскажет вот эту информацию, он получит, скорее всего, пять. Это он получит пять или у меня осталось пять минут? Вот видите, вот это связь, вот я устанавливаю связи, да, вот пять, значит, пять и пять минут, прекрасно. Так, ну про мозги мы уже с вами поговорили, мы уже знаем, что одни из них цветные, другие черно-белые. Вот вам пример из, как вы думаете, какого урока? Биология, да? Я как-то, вот все готовятся студенты, вернее абитуриенты к поступлению в ВУЗы, когда обычно начинают готовиться, в мае, да, в июне, был у своего друга, у которого сын готовился к поступлению на медицинский факультет. И мы разговаривали о том, как готовиться к лекции, я ему порекомендовал использовать вот этот метод. Ну, он тут же притащил вот такую толстую книжку, начинает, открыл, и мы начали рисовать, да. Вот я не помню все, что там написано, но я точно помню, что там были позвоночные и беспозвоночные, да, что там было несколько видов, что млекопитающее обладает определенными призраками, хотя я это видел там по полминуты, больше на это не обращал внимания. Он, кстати, поступил, у него все хорошо. Вот пример из биологии. То есть можно вместо того, чтобы рисовать на доске или на флипчарте линейную структуру, подготовить ее вот так, и дальше про нее рассказывать или рисовать, да. Почему я вообще большой поклонник рисования на флипчарте? Почему? Потому что когда учитель пишет, что делают дети? Они смотрят. Почему? Что-то движется, да. Нет ничего хуже, когда человек стоит неподвижно, еще спрятавшись за какую-нибудь такую ширму, да, и ничего не происходит. Вот говорят, ни один лектор не сможет переплюнуть кошку. Потому что если сюда входит кошка, все смотрят на кошку, да. Когда вы пишете интеллект-карту, вы превращаетесь в кошку, за которой интересно следить. А когда дети следят за уроком, что они делают с информацией в этот момент? Запоминают. А это есть ваша цель, да. А вот вам вместо кошки современный учитель. У него есть личность, компетенция, образование, ой, мамочка, имидж, здоровье. Пожалуйста, вот можете все это по себе расписать и поставить себе пометочки, да, где у вас там все хорошо, где у вас надо подкрутить гайки, да. Кто, например, там был в спортзале давно в последний раз, да, или кто когда… Вот слушайте, я вот честно признаюсь, взял карту отсюда, объясните мне, что такое валиология? Наука? Наука? То есть как он сейчас делал сервис науки. О здоровье, да? А с чем можно было бы его связать, вот если бы я хотел это запомнить, с какой частью карты я мог бы нарисовать стрелку? В здоровье, допустим, да, мог бы в здоровье. Смотри, вот я отсюда выйду, я узнал что-то новое. Спасибо большое. Прекрасно. Кратко, как можно использовать карты для школьников и учителей? Миллионы способов, да. Главный принцип развлечения. Почему дети так любят планшеты? Потому что это развлечение, да, и поэтому уроки в виде планшетов им идут лучше. Они могут развлекаться, придумывая истории, записываются правила игры. Вот мне, как отцу второклассницы, нет ничего ужаснее, когда покупается новая картонная коробка с красивой картинкой. Нужно понять правила игры. Вы открываете коробку, а там, вот кто-то улыбается и понимает, там вот такого размера бумага, на которой как нарисована информация? Вот так? Она нарисована мелким шрифтом, линейно. И, как правило, что делают люди, увидев такую инструкцию? Они ее выбрасывают, и что они делают? И находят того, кто знает, как играть. Да, вот это самое. Вот учитель – это человек, который знает, как играть. Поэтому вы можете вместе с детьми, со школьниками рисовать правила игры. Дети могут конспектировать и запомнить гораздо больше информации, чем они будут запоминать на слух, либо записывая линейно. Когда они готовятся к контрольным или делают презентации, они выделяют главное, и потом они видят общую картину. Им легче не потеряться. Очень ценная штука, когда вы готовитесь к каким-то поездкам, и вы лихорадочные, о боже, не забыл ли я что-нибудь. Паспорт, телефон, книжку, медикаменты. Да, пожалуйста. Ребенок может нарисовать карту для своих сборов. Преподаватель. Он может готовиться к занятиям и иметь интеллект-карту как… Слушайте, ладонь похожа на интеллект-карту, правда? Интеллект-карту как для урока, так и для целого года. Или для нескольких лет. Он может готовить раздаточные материалы. Это ведь помогает, когда раздаточный материал не в виде вот такой инструкции для игр, а нарисована цветная карта. Она запоминается. Для проведения мозгового штурма. Тоже очень интересно. Вы пишете тему в центр и говорите, а что вы думаете о Евгении Онегине? Что дети говорят про Евгения Онегина? Первое, да, Пушкин. Второе, что? Группы. Да, роман в стихах. Роман в стихах. Дальше что? Вклад в мировую литературу. Дальше про Пушкина что у нас? Дуэль. А дуэль это уже содержание. Да, пожалуйста, содержание. В содержании будет дуэль. В Пушкине будут годы рождения до даты смерти. 1837-1799. Я правильно написал? Я помню. Вот. Роман в стихах. Какого они размера, эти стихи? Вклад в мировую литературу. На кого он повлиял? Вот, пожалуйста. А главное, чтобы эти идеи накидывали дети. И карта, она может рождаться хаотически в разных местах. Но результат будет интересным. Кажется, мы дошли до уровня вопросов. Ну вот у меня такие красивые здесь карты. Как я их нарисовал? Ну не ручками, конечно. Вы можете рисовать их на компьютере. Есть много разных программ. Вот. Я, например, пользуюсь программой, которую можно найти на сайте mindjet.com. Вот. И вот там можно скачать бесплатную версию, с ней поиграться. Есть бесплатная программа. Просто наберите в интернете. Интернет-карты или их еще называют mindmap, русским словом. Скачайте. Можно рисовать на бумаге цветным карандашом. Дети делают это с удовольствием и замечательнее. Вот то, что я только что делал. Вы, по-моему, в той же самой красной рубашке. Рисую на флипчарте либо на доске. Почему доска удобнее, чем флипчарт? Она горизонтальная. И стереть можно, правильно? Но с цветными мелками обычно напряг. Либо конспекты в тетради. Я, например, учусь, когда в киношколе, я автоматически пишу только mindmap. Я никогда не пишу линейно. Вот у меня, если их начинают листать, там только карты, 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 карты. И потом я, когда делаю их скан и раздаю их своим друзьям, мне говорят, о, как классно. Теперь я могу легко запомнить лекцию. Спасибо. 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 Спасибо.